Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наш сегодняшний вебинар посвящен очень сложной теме, то есть планирование, производство. И все это мы с вами рассматриваем на примере 1С ERP. И вы видите на экране наши контактные данные, телефоны, электронный адрес, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. То есть если вам по какой-то причине не удалось посмотреть, было неудобное время, не успели досмотреть до конца нашего встречи, то вы можете вернуться немного позже на наш сайт, и мы выкладываем записи наших вебинаров. Милости просим, приглашаем вас к контактам, потому что там есть и много другой информации. Возможно, что-то вас заинтересует. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Калина Гардышева. И мы будем очень признательны, если вы будете задавать какие-то свои вопросы по данным каналам, любым удобным для вас образом. И если вы подскажете, какие темы вам более интересны, потому что на самом деле тема планирования в производстве очень большая. И, к сожалению, поскольку время нашей встречи ограничено, мы сможем некоторые вопросы затронуть, но только слегка поверхностно. Если интересуют более углубленные лекции, то присылайте ваши вопросы, мы будем вам очень благодарны за сотрудничество. Итак, в программу нашего вебинара сегодня входит планирование процесса производства, поддержание запасов, технологические операции и трудозатраты. Самый сложный вопрос – настройки и справочники, которые нам для этого понадобятся. И маркировка и работа с честным знаком. То есть вы знаете, что сейчас маркировка продукции очень включает многие виды товаров и расширяется постоянно. Так что это актуальный очень вопрос. Ну и дополнительные сервисы и отчеты, которые при этом будут использоваться, мы с вами тоже про них проговорим. Значит, первое, что хотелось бы сказать, то, что ERP – это, в общем-то, конфигурация, которая максимально учитывает процесс производства и позволяет вести сложные, скажем так, процессы, многопередельные, полуфабрикатные, ну и многое другое. То есть это позволяет детально учитывать все процессы, которые происходят, планировать потребности, но и как бы каждая сторона имеет две стороны медали. То есть наряду с удобством и с прочими прелестями это требует и очень сложных первоначальных движений, поскольку мы должны настроить, начиная все от справочников, подразделений, ресурсов и так далее. То есть требуется первоначальная подготовка, очень серьезная, и, к сожалению, вот это делает программу, ну, отпугивает многих, скажем так, от этой программы и требует участия специалистов. На самом деле специалистов что имеется в виду? Не только один из специалистов, но и специалистов-экономистов. Это планирование, в первую очередь, экономии, планирование, бюджетирование. Ну, то есть вот все специалисты, которые заняты на производственном процессе, технологи, если у вас на производстве они есть. Поэтому, ну, то есть, так сказать, я сразу напугаюсь, чтобы серьезно относились к этому блоку. Мы сегодня каким образом построим нашу встречу? Мы будем нормативные, так сказать, какие-то материалы смотреть с вами по слайдам и будем переключаться. Сейчас я вот и сделаю такое переключение на саму конфигурацию, на демо-версию и смотреть на демо-версии то, что конкретно вот мы с вами поговорили, посмотрели и так далее. Так, сейчас чуть-чуть подвинем вот так, чтобы удобно было переключаться. Возвращаемся снова к нашим слайдам. И, собственно говоря, начнем мы с того, что производственный процесс, так же, как и любой другой процесс в конфигурации 1S ERP требует первоначальной настройки. Есть блоки, в которых меньше настройки, есть блоки, в которых больше настройки. Итак, переключаемся на демо-версию и смотрим. Это, так сказать, раздел МСИ и администрирование, нормативная справочная информация и администрирование. И это, так сказать, грубые такие настройки, то есть это активация функциональных блоков, которые требуются для тех или иных операций. И начнем мы с вами, поскольку говорим про планирование, начнем мы с вами с раздела бюджетирования и планирования. То есть мы переключаемся раздел МСИ и администрирование, переключаемся сюда и попадаем в вот такой интерфейс. Здесь у нас как бы два блока, как вы видите, бюджетирование и планирование. Ну, соответственно, если мы говорим про бюджет, это немножко другое, то есть не совсем как бы к планированию относится. Но, тем не менее, наша задача внимательно читать то, что написано и ставить отметочки, чекбоксы. То есть мы ставим, что да, бюджетирование нам интересно, что мы бюджеты поддерживаем, ну и, соответственно, больше пока внимания мы не уделяем. И переходим в блок бюджетирования, блок планирования. И вот здесь наша задача как раз-таки сделать максимально внимательно, посчитать и внимательно сделать то, что нам подходит, то, что у вас как бы соответствует вашим бизнес-процессам. Ну, во-первых, мы ставим в план планы продаж. Планы продаж по категориям зависит от вашего бизнес-процесса, но планы продаж практически всегда участвуют в планировании, поэтому мы, естественно, ставим эту отметку. И ставим отметку планы разборок и планы производства. То есть что это такое? То есть планы разборок – это когда у нас в результате каких-то манипуляций появляются новые детали, и потом план производства – это когда появляется готовая продукция. Ну, естественно, план закупок мы ставим отметку автоматом, потому что обычно происходит взаимовязка. То есть планы производства зависят от планов продаж. Или, ну, на самом деле, встречаются не только или, а и. То есть по планам продаж, соответственно, строится план производства, но план производства может строиться еще и в зависимости от мощности ваших, то есть от пропускной способности вашего оборудования, станков. Ну, то есть, соответственно, то, чего вы изготавливаете и какая мощность доступна вашему оборудованию. Планы остатков – это уже больше относится к складскому учету, то есть сколько вы, ну, если говорить неформально, то есть сколько вы себе можете позволить денег держать в запасах. То есть, соответственно, если мы говорим про план остатков, это уже складская логистика и зависит тоже от многих других причин. Собственно говоря, после того, как мы проставили с вами отметки, вот планы сборки, планы производства, посмотрели, что мы себе можем позволить планировать. Можем ли остатки планировать или вообще по-хорошему в идеальном случае у нас имеются, скажем так, каналы, хорошие налаженные каналы, и мы можем себе позволить без крупных остатков на складах работать. Ну и, собственно говоря, если производство наше завязано на производство каких-то, какой-то готовой продукции, которые внутри используют, то, естественно, мы ставим флажок. Вообще, по практике лучше отметить все сразу, потому что будет необходимо использовать эти планы, вы не увернетесь. Не будет этот флажок ничего, как бы, не дает, не то, что не дает, он вам ничем не помешает, но не нужно будет возвращаться обратно, потому что некоторые функции недоступны, если вы уже начали создавать документы. Поэтому, как бы, все предусмотреть невозможно, лучше поставить лишние чекбоксы. То есть, это мы с вами поговорили про планирование. Сейчас вернемся к слайдикам, к нашим. Ну вот это вы видите слайдик, то, что мы с вами смотрели, то есть мы с вами рассматривали настройку НСИ администрирования, разделе планирования. Ну, естественно, у нас работа с производством, в общем-то, основана на расчете себестоимости и расчете потребности производства в материалах, там, в необходимых ресурсах. У нас есть возможность использовать два варианта планов. Планы долгосрочные, когда рассчитывается план производства, например, там, на год, на полгода. То есть, долгосрочные и краткосрочные. Вот такой мы с вами уже смотрели, ручками трогали слайдик. Это еще раз я обращаю внимание на планирование. То есть, мы можем отталкиваться от план продаж, от планов производства, если, например, по мощностям планируем. Ну, то есть, планы могут быть любые. И привлекаю ваше внимание отдельно, специально на план сборки и разборки, потому что в некоторых случаях это выступает как самостоятельные, достаточно крупные операции. Мы можем настраивать планы производства. Сейчас мы посмотрим их поподробнее, но пока есть вот план производства в виде слайдика и плюсы. То есть, на самом деле, создание долгосрочных планов это большой плюс, потому что позволяет учесть многие и сценарии, и балансы. Ну, короче, много, можно сказать, какие плюсы. Вы видите их на экране. А мы с вами посмотрим, так сказать, в натуре. Переключаемся на демо-базу. И мы с вами уходим из раздела МСИ и администрирования. Сейчас он пока нас больше не интересует. И смотрим раздел бюджетирования и планирования. У нас с вами здесь есть планирование запасов. И здесь у нас есть планы производства и, допустим, планы закупок. Мы не трогаем блок бюджетирования, потому что это сейчас не наша тема. Мы вот рассматриваем план производства. План производства выглядит у нас вот таким образом. План производства у нас выглядит вот таким образом. Если мы поставим вот здесь чекбокс, то есть вот такую отмечку, у нас останется только планы, планы, которые имеют определенный статус. То есть статус утвержден. Как вы видите, здесь у нас статусы в работе, утвержден, но в подготовке. Сейчас отметочка на удаление. А если мы эту галочку снимем, то мы видим все планы. Это может быть полезным, когда вы работаете, ну, например, вы не очень вечно чувствуете себя при составлении планов и подглядываете в уже существующий и успешно, допустим, созданный раньше план. То есть у нас есть вид планов. Здесь в этом случае мы переходим к тому, что я работаю сейчас с демо-базой, когда у нас уже созданы определенные виды планов, ну, так сказать, для показа. То есть можно создавать в автоматическом режиме, можно создавать вручную, но, тем не менее, у нас уже это есть. То есть у вас, если вы только запускаете блок производства, естественно, все эти планы должны быть разработаны экономистами или специалистами-технологами. Ну, то есть, соответственно, сначала эти планы должны быть созданы. И сценарии. Сценарии нам, опять же, доступны те, которые мы создаем, то есть программа настраиваемая. Готовых изначально в ней нет, если только у вас может быть перенесена информация из другой программы. Ну, вот мы можем сценарии на основании плана продаж использовать, на основании оперативных планов производства. Ну, то есть, например, мы не делаем годовой план, мы делаем краткосрочный оперативный план на неделю, на месяц, ну, собственно, в зависимости от технологического процесса. Ну, вот то, что у меня выбрано, вы видите на экране. И выбираем подразделение диспетчер, то есть подразделение, которое отвечает за исполнение планов. При всем при этом у нас здесь задействованы еще справочники. То есть, соответственно, структура предприятия должна быть настроена соответствующим образом и иметь подразделения производственные, ну, вот как вы видите, диспетчерские. Ну, соответственно, дополнительно другие подразделения, если у вас, например, может, ремонтный цех есть, может, там, столярный, слесарный, ну, собственно, зависит от вашего бизнес-процесса. Закладочка продукции. То есть, что мы конкретно должны выпустить на протяжении вот этого периода. Какие у нас полуфабрикаты создаются дополнительно. Спецификации. То есть, кроме того, чтобы создать план производства, у нас должны быть спецификации уже заполненные. То есть, если с другой программы вы переходите, то должна быть, соответственно, перенесена эта справочная информация, должны быть перенесены справочники. Если это с нуля, то, соответственно, это должно быть заполнено и заполнено, ну, грамотными людьми, потому что от этого зависит практически процесс вашего производства и учета. То есть, если в спецификации проставлено 10 вместо 1, то тебе стоимость у вас будет ну, цену дрохные майки отражать. И закладочка дополнительная. Это у нас возможность выбирать, так сказать, оптимистическое, пистимистическое... О, Господи, аж язык заплетается. Пистимистическое и наиболее вероятное. И ответственный, который будет дежурной жертвой за данный расчет. Вот, напомню, это мы с вами задаем продукцию и полуфабрикаты, которую планируем выпустить на, в моем случае, неделю. То есть, у меня оперативный план здесь создан. И, соответственно, получается, что я задаю себе ориентировку. То есть, если я не уверена в том, что мне надо годовой план, то лучше, конечно, так. Мы можем получать печатные формы отчета. И здесь, смотрите, нам отчеты доступны, очень интересны. То есть, во-первых, мы сможем посмотреть структуру и иерархию, то есть, посмотреть связанные документы, которые нам... Ну, на основании которых мы сделали, например, на основании заказов на производство или на основании каких-то других. И видите, какая информация нам доступна по этим отчетам. Это бывает, в принципе, нужно, но только в том случае, если у нас соответствующая правильная информация вынесена уже в справочнике. Как вы видите, мы с вами пять минут проговорили фактически про один документ и сколько справочников требуется для его заполнения. То есть, это большая и сложная работа. И вам сразу надо ориентироваться на то, что заполнение производственного блока займет достаточно много времени раз, достаточно много ресурсов, то есть, ваших сотрудников и специалистов, чаще всего это технологи, для перенесения этой информации на крупных заводах, например, где существуют технологические карты, то есть, детально разработан процесс производства, много достаточно времени уходит на перенос такой информации. И, в общем-то, от того, насколько правильно и грамотно будет перенесен этот блок информации, зависит то, насколько управляемым будет этот блок, блок производства в дальнейшем. Поэтому, как бы, вот еще раз обратить ваше внимание на то, что этот блок требует очень серьезной работы. То есть, если, например, РСБУ или там налоговый учет в основном соответствует регламентированным документам, которые принимает наше правительство и которые часто изменяются, то есть требует, скажем так, оперативного отслеживания, то вот блок производства как раз-таки наоборот. Он требует не следования нормативным документам, а хорошей проработки технологами и специалистами. То есть, вот в случае с планированием и с производством у ERP, к сожалению, невозможно спихнуть все на бухгалтеров и сказать, давайте, флаг в руки, барабан на шею. Значит, мы с вами говорим про блок бюджетирования и про планирование запасов. Значит, мы с вами поговорили про план производства. Планы у нас существуют долгосрочные, краткосрочные и упрощенные или более развернутые, более подробные. И, соответственно, план разборки, это если мы с вами говорим про то, что у нас какие-то материалы, какие-то компоненты получаются в результате разборки каких-то других и другой готовой продукции, других наименований, номенклатуры. Сейчас мы с вами снова переключимся на наши слайдики, на нашу нормативную информацию. И посмотрим, вот это был план производства, то, что мы смотрели. Ну, посчитать, какой замечательный этот документ. Можно на самом деле и справочной информацией по ЕРП. И пишут очень много. Действительно, это интересный как бы очень блок, но, к сожалению, мы по времени очень ограничены. И то же самое касается планов разборки. Ну, фактически, здесь мне хотелось сказать вам вот что. То есть, как вы помните, мы в настройках в НСИ администрировано включили план разборки и сборки. Но есть еще одна такая функция замечательная – подсборки. То есть, в этом случае мы можем дополнительно в процессе регулировать дополнительные операции по подсборке. И, как вы видите, вот здесь вот у меня небольшой экскурс. То есть, если у нас есть план по... План потребности на плановый период, мы задаем какой-то на год, например, хотим задать, или периодичность нам нужна... То есть, мы получаем ежемесячно какие-то детали, то, соответственно, если мы берем год, то мы должны записать столько строк, сколько будет циклов, то есть месячных планов. Ну, собственно говоря, это сборка бюджетирования и планирования. Мы с вами ее смотрели, когда вы настраиваете возможность использования такой сборки. Но, к сожалению, как бы нехороши были составления планов при производстве, они имеют свои минусы. То есть, по товарным группам практически мы не можем планировать, потому что нужно указывать конкретный артикул продукции. Даже, ну, вот как вы видите здесь, если это левая, допустим, и правая деталь какого-то механизма. Мы задаем формулу, и по формуле получаем итоговый расчет. То есть, собственно, ход расчета для того, чтобы просто посмотреть, ну, например, пользователю, какому-то технологу, например, бывает достаточно проблематично. То есть пересчет планов не делается автоматически, если мы изменили какой-то параметр. То есть в этом случае нам надо вернуться и пересчитать дополнительно по кнопочке. И не учитываются аналоги номенклатуры. Вот это бывает достаточно сложно, потому что если вы работаете с аналогами, то как бы этот механизм оказывается бесполезен. Ну, на самом деле, это уже, ну, скажем так, крутасы больших предприятий, когда у них большой ассортимент комплектующих и так далее. Если у вас не сильно крупное производство, не серийное, то, конечно, такие вопросы вас уже не будут смущать. Еще один момент – это графики производства. То есть на самом деле вы видите вот сейчас минусы, про которые я еще не успела сказать, которые присутствуют при составлении графиков производства. Мы с вами посмотрим сейчас, не будем останавливаться, это вы сможете прочитать без меня. А мы с вами перейдем на демо-базу и посмотрим еще один момент. Значит, планы производства. Посмотрим его вот здесь, в производстве. Нас будет интересовать межцеховое планирование, вот заказы на производство. Но хочу обратить ваше внимание, что планирование, так же, как и другие разделы, имеют вот такой раздел «Настройки и справочники». И как вы видите, на самом деле здесь достаточно много дополнительных справочников, которые требуется заполнить для того, чтобы работать с планами. То есть, ну, на самом деле, чаще всего возникают вопросы по сценариям планирования, почему-то, ну, как бы, сам процесс создания таких планов бывает затруднительным. Ну, вот мы, допустим, план продажи бытовой техники, допустим, и, ну, вот план продаж, вот оперативный план производства возьмем. Когда вы план продаж, соответственно, мы задаем название такое, чтобы было понятно вашим специалистам, ну, выбираем периодичный диапазон, выбираем вот здесь, обратите внимание, вот я пытаюсь перевыбрать управление процессом планирования, но я сейчас не могу, не могу, потому что этот документ у меня имеет уже определенный статус, и он участвует, то есть он уже создан, и он участвует в других, в создании других документов. То есть, когда мы создаем новый, то нам доступно его редактирование. По кнопочке «Еще» я могу редактировать и этот план, то есть разрешить редактирование реквизитов, и дальше, ну, чаще всего просто нажимаем вот эту кнопочку «Разрешить все», но можем что-то конкретное. «Разрешить все», и вот уже тогда я смогу поставить и здесь отметочку, и здесь, но, соответственно, нужно помнить, что у меня тогда изменятся документы, возможно, документы, которые с ним связаны. Видите, есть подсказочка, рекомендуется не изменять после ввода документов в планирование. Дальше структура планов, то есть мы выбираем, создаем, как бы, дополнительные настройки, отражать или не отражать бюджетирование, и что конкретно этот, как бы, сценарий позволяет делать, для чего он был создан. Ну, я не буду его сейчас сохранять, не надо нам этого дела. Ну, и, соответственно, как вы видите, здесь создаются сценарии в любой валюте, в рублях, там, ну, какие-то комментарии и так далее. То есть это справочники, которые мы должны заполнить. Ну, мы не рассматриваем все подряд, потому что, к сожалению, это мы не успеем сделать, и будет, в общем-то, только потеря времени. И если вас интересуют конкретные алгоритмы, например, заполнения, то мы ждем ваших вопросов, будем очень благодарны, и сделаем отдельно вебинары, посвященные конкретным вашим вопросам. Это я только показала сценарий планирования, наиболее общий, скажем так. Вот, значит, план производства мы пока тоже закроем. Производство у нас, собственно, состоит из нескольких подразделов, как я уже говорила, то есть планирование, это у нас вот планирование запасов. Здесь у нас, видите, формирование заказов, то есть предполагается, что работа с производством у нас строится на основании заказов. Ну, это, честно говоря, гораздо удобнее. То есть в любом случае это минимизирует ваши товарные запасы и скорость товародвижения, то есть вы не зарываете деньги, складские остатки и так далее. После раздела планирования нас с вами очень-очень интересует раздел производства, потому что здесь размещение заказов на производство и достаточно много справочников, которые дополнительно нужно настроить. В первую очередь, это производственное подразделение. Так, дальше. Вот так. Ну и, соответственно, это то, что связано с трудозатратами. То есть это у вас должно быть настроено, например, если у вас бригадный метод, если у вас индивидуальный метод, если у вас выработка сотрудников учитывается. Ну, то есть это уже специфика бизнеса. И здесь подробно мы не успеем поговорить, но тем не менее, самые-таки основные документы, которые регулируют процесс производства, ну, это рабочие центры, то есть это обычно наши станки, какое-то оборудование, то есть какая-то единица технологическая, которую можно рассматривать как рабочие центры. То есть здесь тоже планирование очень важно, и мы должны в первую очередь создать, спланировать, как у нас производственная деятельность организована. Ну, вот, например, очень распространенная ситуация, когда не оформляется, например, если предприятие работает с металлом, то металл напрямую поступает в цех без учета отдельного складского помещения, то есть а как у нас учитывать отдельное складское помещение, если у нас здесь стоит вот кран-балка, и по-другому мы его не можем, как бы, и весы, и по-другому мы его принять не можем. В этом случае, возможно, целесообразно рассмотреть вопрос о создании виртуального склада, чтобы все-таки это был подконтрольный процесс, чтобы передача в производство оформлялась отдельным документом и уже позволяла фиксировать определенные этапы производства. Дальше, кроме раздела производства, здесь у нас с вами и маркировка, про маркировку мы немножко потом, попозже поговорим. и документы производства все, то есть, соответственно, и без заказов, и с заказами, и все этапы, и ресурсные спецификации. Раньше у нас еще были маршрутные карты, но несколько лет назад, около двух лет назад, ресурсные спецификации объединились с маршрутными картами и, соответственно, ресурсные спецификации. Ну, давайте посмотрим из дерева, допустим. Ресурсные спецификации у нас включают наименование готовой продукции, потребность в материалах, материалы, какие мы используем, труда, затраты, которые мы используем, то есть, это отдельный справочник, например. Ну, вот столярные, если я сейчас покажу, то есть, это конкретно работы, которые создают, ну, что-то, столярные работы, слесарные работы. И, соответственно, как вы видите, здесь идет и нормирование, и тоже дополнительно много справочников. и конкретно производственный процесс, где мы отражаем, что конкретно делается с нашими материалами, то есть, пилятся, рубятся, свариваются, сшиваются, ну, то есть, в зависимости от производственных процессов. И закладочка дополнительно, как распределяются общие затраты на этот товар. То есть, и дополнительно, видите, верхняя панелька меню, мы задаем такие, например, вещи, как разрешение на замену материалов и так далее. И статус. То есть, статус нас интересует в разработке, и, например, в разработке это еще не согласованное и не утвержденное. Действует эта текущая спецификация и закрыто, то есть, под ней прекращено производство. не удаляется. Обратите внимание, если она была создана, то она уже не удаляется, а просто закрыта. В этом случае программа понимает, что по этой спецификации больше деятельность не ведется и, соответственно, она закрывается, но не удаляется, чтобы не пересчитывать, чтобы не создавались пустые ссылки и не пересчитывать потом себестоимость и остальные показатели. Значит, теперь у нас, что нас еще интересует. Мы в своем, сейчас я переключусь на наш план, а значит, мы в своем плане писали еще, что нас интересует обеспечение производства и вот вернемся, поддержание запасов и обеспечения производства и маркировка и работа с честным знаком. Как я говорила, мы к ним вернемся попозже. А посмотрели мы, то есть технологические операции мы пробежали мимо. И, соответственно, вот они наши ресурсные спецификации, как я уже говорила, это основной документ, который регулирует списание материалов и, соответственно, нашу себестоимость. И возвращаемся к нашим слайдам. Процесс производства. То есть считаем, что мы с вами заполнили трудозатраты, заполнили рабочие центры, заполнили дополнительные справочники по производству и по планированию, заполнили всю эту информацию. И в этом случае у нас еще есть технологические операции. То есть технологические операции это дополнительный процесс, который может быть и не потребляют каких-то производственных ресурсов, то есть материалов, например. размер, но тем не менее мы должны их учитывать, чтобы учитывать в составе себестоимости. Практически вот если я нажму изменить состав, то здесь ну вот у меня такое дерево. Как вы понимаете, если у вас сложный процесс, особенно если это процесс длительный, например, изготовление машин, оборудования, то у вас будет очень много узлов спецификаций и видимо не один этап производственных работ. так пока мы это закроем. Закроем. Значит, когда создаются планы, так сделаем, то соответственно мы с вами создали план допустим производства, который основывался на плане продаж или ну например рассмотрим на примере ну завод ЖБИ то есть соответственно он изготавливает продукцию и железобетонные изделия и дополнительно плановую продукцию и собственно говоря серийную продукцию например товарный бетон который имеет ограниченный срок хранения и в этом случае мы ориентируемся на план продаж по товарному бетону и ориентируемся на плановый выпуск по каким-то железобетонным изделиям соответственно мы учитываем нашим план производства и ну возможно план по номенклатуре то есть это проще у меня вот план продаж бытовой техники закладка товара в моем случае в этом ну как бы и здесь я использую опять же справочники номенклатуры номенклатурные единицы элемента номенклатуры которые у меня ну если у вас другое производство соответственно будет ваше производство и как вы видите используются характеристики вот так значит мы ставим отмечку виды и свойства и тогда получаем возможность вот сюда использовать показатели дополнительные значит кроме того что нам при производстве запланированной продукции мы используем технологические карты остальные технологические особенности сейчас мы обязаны маркировать достаточно много продукции которая без марок не подлежит реализации сейчас переключимся с вами немножечко вот сюда вот то есть на самом деле кроме планирования мы можем еще и работать с честным знаком чаще всего это требует некоторой перестройки технологического процесса то есть добавления каких-то дополнительных технологических операций ну например обклейку марками или нанесение штриха кодов нанесение кодов которые мы получаем через честный знак и например на упаковку наносится она не наклеивается печатается или еще каким-то образом такая функция у нас здесь присутствует в разделе продажи в разделе производства и сейчас чуть-чуть подвинем чтобы нам не мешало и соответственно у нас есть вет из меркурии и см п и дополнительно вот вы видите еще есть функции сервисные а что такое из мп на самом деле это честный знак и на самом деле сейчас небольшая экскурсия то есть применялся честный знак потом применялось из мп обозначение из м мопт и собственно это одно и то же что и честный знак то есть пусть вас не смущает такие аббревиатуры встречались они раньше но вот поскольку из мт это уже более-менее устоявшиеся то вот в программе мы с вами видим из мт и если вот так вот мы открываем то это дополнительные настройки по которым вы можете настроить то что касается вашего производства позволяет этот раздел позволяет обмениваться информацией с честным знаком то есть соответственно с личным кабинетом в честном знаке что позволяет вам как бы дополнительно облегчает жизнь только для того чтобы работать с честным знаком вам надо первоначально там зарегистрироваться то есть подать заявку на регистрацию получить соответственно регистрацию и в этом случае у вас будет доступ к личному кабинету и вы будете иметь возможность обмениваться честным знаком если например от честного знака вы получаете коды в виде наклеек то например вы на принтере распечатываете эти коды и обклеиваете свою продукцию ну возможно разные варианты то есть что вы используете печатные варианты то есть печатаете на упаковках ну то есть на самом деле сейчас гораздо стало легче работать честным знаком мы пока это закроем у нас здесь нету и соответственно и получать новые марки и выводить например из оборота марки и регистрировать процесс продажи ну то есть полностью весь спектр услуг вы здесь можете создавать и если у вас производство плановое то соответственно вы можете планово заказывать марки ну то есть чтобы не задерживать процесс производства заказывать заранее на изготавливаемую продукцию ну если она у вас серийная например была так еще раз с вами берем процесс производства берем обмен с честным знаком то есть сейчас достаточно большой список уже существующих как вы видите товаров продукции то что подлежит маркировке и как вы знаете еще планы по вводу в эксплуатацию ну так сказать новых маркируемых товаров так что этому приходится уделять внимание на этапе планирования и естественно планировать и работу с частным знаком поскольку процедура стоит денег не бесплатная и на самом деле это вот вы видите уже действующую маркировку здесь я не показывала как бы то что планируется но отслеживать это нужно и это дополнительно раздел который в общем-то требует своего отдельного чаще всего отдельного специалиста потому что ну например те же ну например и молоко и молочная продукция то есть скоропортящиеся скоропортящиеся товары не позволяют использовать скажем так длительный срок хранения для отвечисления маркировки и второй момент то что для маркировки требуются часто это какие-то сертификаты например сертификаты годности какие-то анализы подтверждающие качества ну то есть соответственно это время на проведение этих анализов на последующую маркировку и на внесение этой маркировки уже на готовую продукцию поэтому это чаще всего удобно закладывать на уровне когда мы осуществляем планирование на самом деле это вот тот процесс который был достаточно болезненный то есть обмен с честным знаком был ну скажем так штатно не всегда срабатывал и приходилось писать дописывать правила обмена с честным знаком но сейчас вот в новых конфибрациях в новых релизах как бы ошибки доработаны практически уже с существующими конфигурациями в ERP как конкретно и в бухгалтерии этот вопрос уже достаточно хорошо решен и таких проблем не возникает ну вот к сожалению более подробно мы не успеем поговорить а здесь мне хотелось обратить внимание еще вот на что то есть у нас с вами кроме перейдем к планированию кроме блока планирования запасов вот это вы видите здесь есть дополнительные сервисные возможности то есть это дополнительно создание каких-то планов вот вы видите здесь целый серый список что нам доступно и дополнительные обработки то есть вот этот вот режим чаще всего если это у вас какие-то дополнительно написанные обработки индивидуально под ваше предприятие очень удобно использовать и например вот такие дополнительные по плану производства дополнительные заказы то есть это дополнительные сценарии которые вы можете создать на основании каких сейчас сделаем вот то есть это сценарий справочник сценариев которые у вас есть и которые вы дополнительно сами можете создавать мы с вами уже смотрели вот это ну только смотрели уже создан созданный план и выбирали допустим вот диапазон управления процессом смотрели я снимала запрет на редактирование в этом режиме то есть резюмируя так сказать наша нашу сегодняшнюю встречу планирование это в общем-то достаточно гибкий но очень трудоемкий процесс и к сожалению мы еще раз подчеркиваю вынуждены сначала создать справочники потом создать планы а потом уже использовать их в нашей работе потому что допустим создать дополнительно по ходу пьесы справочники бывает не всегда удобно почему потому что с документами конкретными работают одни специалисты а создают справочники другие специалисты то есть справочники для планирования создают технологи а с документами конкретными работают либо бухгалтера либо экономисты либо финансовые специалисты то есть люди совершенно другой направленности и в этом случае нам к сожалению процесс облегчить не удается то есть первоначально заполнение справочников а потом уже работа с конкретными документами хотя например с торговлей там с некоторыми другими аспектами мы можем из документа то есть мы создаем документ из этого документа уже создаем справочники по ходу работы с данным документом но при работе с производством к сожалению такого у нас не получается итак уважаемые гости мы с вами в общем-то поскольку уже время наше заканчивается вернемся к первоначальному слайду значит я хочу еще раз обратить внимание на наши контактные данные на телефоны электронная почта любой удобный для вас вид связи и мы будем благодарны за обратную связь за темы которые вас интересуют при более подробно при планировании производства на этом компания Кодерлайн благодарит вас за участие за внимание за время которое вы нам уделили и надеемся на дополнительное сотрудничество и дополнительные контакты на этом мы заканчиваем всего вам доброго хорошего дня до новых до новых до новых до новых Продолжение следует...